Долго думала, как сформулировать главную тему программы. Как вам такая? Что важнее, наука или искусство? Да, сама понимаю, что без ответа на этот вопрос можно прожить. А если так, логика или образы? Какой вид мышления выгоднее иметь в современном обществе? Космос и музыка, с одной стороны, что это близко, и все говорят, что это близко. На самом деле, для нормального человека это все очень далеко. В космосе нет воздуха, а значит и музыки. Но ведь музыка становится музыкой не в воздухе и даже не в ушах, а в мозге. И, к счастью, мы такие удивительные существа, что в нашей голове. Она может звучать и без каких-либо внешних колебаний и вибраций. Совершенно разный спектр, видимо, это как-то по настроению зависит. То есть, на самом-то деле, ты понимаешь, что это просто-напросто звуки механические, электрические, не более того. Но как-то они порой складываются в такие картинки, что мозг домысливает их до музыки. А еще сегодня в программе вы узнаете о том, без чего вам точно не прожить. Как улететь в открытый космос с помощью анса, терминвокса и эквадина. Не могу обещать, что путешествие будет безопасным. Поэтому крепче держитесь за свои диваны и стулья. А почему рапсодия? Это все пошло от Циолковского. Потому что Циолковский с малых лет всю дорогу что-то любил услышать что-то. И вот бармочет себе, ходит, бармочет. Там без слов совершенно какие-то напевы, мотивы, самопроизвольно. То, что зависит от его настроения. И вот он работает или отдыхает, напевает, напевает. Елена Архипцева – автор выставки «Космическая рапсодия». Проект появился благодаря дружбе двух музеев. Нашего музея истории космонавтики и Российского национального музея музыки. Наш музей впервые обратился к теме музыки. А музей музыки впервые обратился к теме космоса. Из этого может получиться большой взрыв, если прислушаться. Мой любимый – это слухачица Алковского. Например, мой любимый – это подлинный предмет. Этот слухач был найден на чердаке. Потому что во время войны фашисты стояли в доме музея. И много экспонатов погибло. В том числе и слухачи. Самый маленький из всех слухачей. И его реставрировали аккуратно. Вот теперь он на нашей выставке. Стенды, посвященные Циолковскому, предлагают взглянуть на деятельность великого ученого с необычной стороны. Как бы это помягче сказать? Со стороны правого полушария, который отвечает за образное мышление. Музыка есть сильное, возбуждающее, могучее орудие, подобное медикаментам. Она может и отравлять, и исцелять. Как медикаменты должны быть во власти специалистов, так и музыка. Старшая дочь Константина Эдуардовича часто играла для него на физгармонии, а средняя – на рояле. А любимым произведением была русская народная песня «Говорила Калинушка». Но, будучи ученым, он все-таки попытался логически обосновать способность музыки влиять на человека. И даже написал статью «Происхождение музыки и ее сущность». Оказывается, она непосредственно влияет даже на продолжение рода. В мире животных привлекательные черты большую частью оказываются у самцов. Но человек далеко ушел от своих предков, и поэтому привлекательные признаки в его роде обнаруживаются и у самок. Созревшие девушки охотно поют, особенно некоторые. Вот и польза от пения в отношении продолжения рода. Певший мужчина привлекал не певшую женщину, а певшая женщина – не певшего мужчину. Вероятно, делая такие выводы, ученый опирался в том числе и на личный опыт. Ведь музыка способствовала сближению его с будущей супругой Варварой Соколовой. Девушка неплохо пела и играла на цитре. Исследовал эту тему музыки вдоль и поперек, можно сказать. Разложил музыку на тона, полутона. Получается, что Циолковский все-таки хотел взять музыку под контроль. Так сказать, навести порядок в гармонии. Музыка вступит в новую фазу тогда, когда мы произведем строгую сортировку музыкальных фраз. И против каждой из них, выраженной нотами той или иной длины и содержания, поставим название вызываемого ей чувства. Взаимоотношением с музыкой другого нашего земляка, Александра Леонидовича Чижевского, тоже посвящен большой стенд. В 12 лет купили скрипку. Он брал уроки музыки, научился играть. И скрипка, скрипка это его любимое было вот детище. Он очень любил музыцировать. Сам сочинял какие-то несложные произведения. Литература и музыка, живопись и ваяние. Вот истинные двигатели мировой культуры. Кстати, на скрипке играл и Альберт Эйнштейн. Современная нейронаука считает, что это не случайно. Во время игры на музыкальных инструментах работает преимущественно правое полушарие мозга. В процессе построения логических цепочек – левое. И именно когда у человека происходит переключение с одного вида умственной деятельности на другой, случаются озарения. Наверное, и Артур Конан Дуэль что-то об этом знал, создавая образ мастера дедукции Шерлока Холмса. Не случайно своих детей стараемся всегда отдать и в художественную школу, и в музыкальную школу. И мы не ждем от них, чтобы они были великими художниками, а музыкантами. А для развития ребенка я считаю это очень важно. А вот Чарльз Дарвин, который еще до Отца Алковского выдвинул теорию о том, что музыка, как и пение у птиц, требуется человеку для привлечения партнера противоположного пола, в конце жизни понял, что это не так. По крайней мере, она нужна не только для этого. Создатель теории эволюции признал, что невосприимчивость к искусству вредно отражается на интеллекте. Если бы начать жизнь сначала, взял бы за правило хотя бы раз в неделю слушать хорошую музыку, чтобы сохранить атрофированные части мозга. На выставке представлены оба лагеря. Про ученых мы поговорили. Теперь о композиторах. Естественно, научные открытия, которые были сделаны на рубеже 19-20 веков, повлияли на развитие музыкального искусства. Скрябин и Вышнеградский – это композиторы-космисты. Сараджев – это звонарь Виртовос. Это конец 19-го, начало 20-го века они работают. И создают свою музыку. И вот не случайно они их называют музыкантами-космистами, потому что действительно создается такое впечатление, что музыка наполняет не только все пространство вокруг человека, который ее слышит, но и куда-то устремляется ввысь, в космос и переполняет собой всю Вселенную. На выставке Вы не сможете насладиться их произведениями в полной мере. Но здесь представлены уникальные рисунки, глядя на которые сами собой активируются отделы мозга, не задействованные в повседневной жизни. Иная музыка рождается, когда играешь на электронных музыкальных инструментах. Первый музыкальный синтезатор в нашей стране был изобретен физиком-левым термином. И этот инструмент называется термин вокс. Это было в 20-м году, когда Владимир Ильич Ленин прогласил электрификацию всей страны, делали что-то наподобие нынешней сигнализации. Сигнализация не получилась в тот момент, но получился термин вокс. Еще бы не гордиться, ведь это первый и единственный в мире бесконтактный музыкальный инструмент. Чтобы на нем сыграть, музыкант должен руками воздействовать на электромагнитное поле вокруг инструмента. Потом появился музыкальный инструмент в единственном мире экземпляре, который называется «Анс», переводится, расшифровывается «Александр Николаевич Скрябин». Это громадная такая машина, которая никогда в жизни не покидала стены музея. Необычные звуковые эффекты в фильме «Бриллиантовая рука» были созданы именно на этом инструменте, а также космическая музыка в картине Андрея Тарковского «Солярис». Еще один инструмент из вот этой линейки интересных музыкальных инструментов – это инструмент «Эквадин», который был изобретен также советским физиком Володием в 1937 году. Надо понимать, какое это было время. Вот «Эквадин» мы привезли. То, что могли, привезли. Вот танц привезти просто невозможно. А «Эквадин» – это символ времени. Исполняется на «Эквадине» двухголосного типа. Конечно, нельзя обойти вниманием советские песни, посвященные полету Гагарина. Апофеоз творчества Пахмутова и Добронравова – цикл песен созвездия Гагарина. Не будет, не будет полета последнего, помнят люди твой первый полет. Жаль, конечно, что появились они поздновато. Юрий Гагарин вот не услышал. Мне почему-то такое сожаление. Сам Гагарин не слышал этих песен. А ведь он очень любил петь. Он был таким человеком музыкальным с детства. Играл на трубе, в пионерском оркестре. У нас на орбите есть целых три гитары. Одна на американском сегменте, две на российском сегменте. Есть синтезатор один. Есть еще я уже попросил, чтобы мне с прогрессом передали мою губную гармошку. Теперь у нас еще и губная гармошка есть. Есть флейта небольшая. Есть скрипка. На выставке можно увидеть гитару первого космического исполнителя. Советский космонавт Александр Иванченков на борту станции «Салют-6» дал первый кругосветный концерт. Пока музыкант исполнял песни Юрия Висбора, корабль успел облететь вокруг земного шара. Космонавты очень востребованные в обществе, на Земле. Во-первых, их мало. Во-вторых, все думают, что они знают какие-то секреты. Вот, может быть, вы нам какой-нибудь секрет откроете? Ну, очень трудно открыть какой-то секрет, не зная, что вы хотите узнать конкретно. Вот, я думаю, у любого человека есть какие-нибудь секреты. Вот, ну, открою вам один секрет, чтобы вас окружали хорошие люди. Будьте хорошим человеком. Возможно, это для кого-то был секрет, но я его открыл. Возможно, в этой мысли и заключается основной закон Вселенной. Ведь не важно, наука или искусство, логика или образы. Главное, чтобы человек жил с хорошими намерениями. Здесь, в музее, можно прислушаться, как звучит ваша душа, к чему она стремится. Несмотря на то, что площадь выставки небольшая, она, конечно, охватывает все пространство, до которого может расшириться сознание. Экспозиция будет работать до 14 февраля. Продолжение следует...